МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петербургские вести в эфире. В студии Михаил Спичко. Добрый день. Настоящий внедорожник. Джип пробил ограду у новомосковского моста и завис над обводным каналом. 271 подозреваемый. Задержанных накануне в Апраксино дворе проверяют на легальность и экстремизм. Все свое ношу с собой. В Петербурге начали выдавать универсальные электронные карты. Машину убрали, ограду подлатали. Утром закончились аварийно-спасательные работы на набережной обводного канала у новомосковского моста. Накануне поздно вечером там случилась авария. Тяжелый внедорожник на большой скорости врезался в ограждение, сбил гранитную тумбу, решетки двух пролетов и завис над замерзшим каналом. К моменту появления наряда полиции ни водителя, ни возможных пассажиров в салоне уже не было. По одной из версий автомобиль в угоне. Рано утром на место вызвали аварийщиков. Они вытащили джип из пролома и заделали дыру в ограждении. Поставили временный забор. Ажурная решетка, она пока лежит на льду канала, вернется на свое место к концу следующей недели. Полиции изучают обстоятельства происшествия. Всю ночь в региональных управлениях силовых ведомств кипела работа. Накануне прошел масштабный рейд в Апраксином дворе. ФСБ, Следственный комитет, МВД, миграционные службы работали в рамках расследования уголовного дела. Его возбудили по подозрению в публичных призывах к терроризму. Это 205-я статья. Много задержанных оказалось в комплексе молельных комнат на последнем этаже одного из корпусов рынка. Кроме того, силовики проверяли паспорта и у торговцев. Владельцев подозрительных документов отвезли в отдел для выяснения. Итог 271 задержанной. В отношении некоторых уже начаты процессуальные действия. Данные граждане были доставлены правоохранительные органы с целью проверки их правового основания нахождения на территории Санкт-Петербурга и возможной причастности к экстремистской деятельности. У 10 человек имели специальные документы с явными признаками подделки. 20 человек каких-либо документов не имели вообще. Кроме того, были выявлены 6 человек, подлежащих депортации. Кроме того, среди задержанных некто Мурат Сарбашев из Кабардино-Балкарии. Его следствие подозревает в том, что он размещал в интернете провокационные и экстремистские материалы. Следствие продолжает. Тяжелая работа для тяжелой техники. Аварийные бригады сейчас заняты магистралью на проспекте Ветеранов у дома 73. Там этой ночью лопнула труба диаметром 600 миллиметров. Как сообщает в Теплосети, 80 домов переведены на резервную схему. По словам коммунальщиков, тепло и горячее водоснабжение в домах появится не позднее 8 часов вечера. Нашему корреспонденту местные жители рассказали, что в некоторых домах все же нет ни отопления, ни горячей воды. Добавлю, из-за аварии движение по проспекту Ветеранов не осложнено. А на Пражской ночью завершили ремонтные работы. Напомним, эта улица в Купчино стала рекордсменом по количеству коммунальных аварий. Последняя произошла накануне у дома номер 34. Там буквально взорвалась крупная труба отопления. И только по счастливой случайности ни люди, ни машины не пострадали. Компактный пластик вместо пачки документов. В Петербурге начали выдавать универсальные электронные карты. Заявление подали уже 859 человек. О том, как будет работать система и в чем ее преимущество, рассказали представители Петербургского информационного центра. И показали первые действующие экземпляры. Пластиковые карты содержат данные паспорта, страхового полиса, ИНН и пенсионного свидетельства. Планируется, что в этом году оформить их смогут до 100 тысяч петербуржцев. Ну а с 1 января 2014 начнется массовый переход на универсальный пластик. Процедура хоть и добровольная, но отказываться от нее все же не советуют. Во-первых, вы потеряете то, что вы не будете иметь доступ к государственным услугам. Вы в электронном виде, да. Вы не будете возможность, ну иногда предъявлять эту карту, как несколько документов. Вы будете постоянно носить эту пачку документов. То есть здесь просто-напросто человек, он лишает себя определенного удобства. Напомню, на универсальные электронные карты в будущем должны перейти все россияне. По замыслу разработчиков, это облегчит доступ к госуслугам. Появится возможность ставить электронную подпись на документах. Правда, пока в Петербурге первым получателям доступно лишь несколько опций. К примеру, некоторые банковские операции или оплата проезда в общественном транспорте. И последнее. Классическая поэзия в современной обложке. Авторские переплеты Томиков Пушкина представили в Петербурге мастера из Латвии, Эстонии и России. Они привезли на выставку в Институт русской литературы несколько десятков своих работ. Материал самый разнообразный. Кожа, дерево, ткань, металл. Техника тоже. Вышивка, тиснение, чеканка. Это экспозиция своего рода дефиле высокой моды в переплетном искусстве. Художники твердо убеждены, электронная книга никогда не вытеснит книгу бумажную, особенно если ее облачить в красивую одежду. Если ты не можешь трогать книгу, держать в руке и понюхать, и открывать эту, и слушать, как эти страницы двигают, для нас это как музыка на ухо. Может быть, вы не верите, думаете, что мы сумасшедшие. Выставка «Переплетение слов» открывает большую международную культурную программу «Дни памяти Пушкина в Пушкинском доме». Российские и иностранные литературоведы будут размышлять о том, как сделать так, чтобы великого поэта издавали и переводили с каждым годом все больше. Ведь сейчас тенденция, увы, обратная. На этом я прощаюсь с вами до завтра. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок